Бизнес, да, ты создаешь свое дело. Вот здесь нужны две вещи, друзья. Нужны большие капиталы финансовые и плюс даже больше чем капитала необходимы административные ресурсы. Ну, по-простому скажу, связи. Вот эти семь факторов, обратить внимание на них, они говорят о том, что будущее за сетевым бизнесом. Это не я придумал. Статья Forbes. Те, кто делают свою работу хорошо, качественной компании, те, кто хайпуют и те, про кого можно сказать лохотронщики. Скажите, а вот вам лично Ари Флейм что сделал плохого? Все. И вы знаете, очень интересно видеть выражение лица человека, лично мне ничего. Я говорю, а почему вы тогда говорите плохо про Ари Флейм? Вы, если переживаете о настоящем и прошлом, о прошлых своих результатах или сегодняшних, то вы не будете успешны в предпринимательстве. Это правда. И вот мы рассчитываемся, если работаем за зарплату, не просто деньгами, а временем своей жизни. Вопрос, сколько остается для тебя времени? Я очень уважаю людей, которые умеют продавать. Не втюхивать, не впаривать, а именно продавать. Таких людей говорят по статистике примерно 5% населения. Ну, из 100 человек только 5%. Иногда мне говорят, да ладно, брось ты, с чего это человеку будут платить 900 тысяч в год, да, там премию 200 тысяч и еще путешествия. Я говорю, понимаете, все считается. Давайте посчитаем. Поэтому, если я скажу, у вашей семьи сейчас проблема, то я могу сказать, ну, взаимоотношения, то это означает, что у вас мало совместных целей и мало совместных преодолений. Нужно думать не о том, как много времени выделить этому бизнесу. Здесь нужно думать о том, как использовать грамотно 1-2 часа в день для того, чтобы здесь создать свою ключевую команду бизнес-партнеров. Вот этот бизнес именно я хочу отметить для тех, кто ценит свое время. Вопрос, как быстро хотите? От кого это зависит? Заметьте, не от государства, не от начальника. Все в твоих руках. То есть обучаться, это начать делать, а потом обучить этому своих людей. Дорогие друзья, приветствую. С вами Эдуард Васильев, предприниматель, развиваю бизнес, сетевой бизнес в сотрудничестве с компанией Reflame. И сегодня первое видео из цикла сетевой бизнес, мифы и правда. В первом видео мы поговорим с вами сейчас о знаменитом квадранте денежного потока. Уверен, что многие из вас его читали. Уверен, что каждый выдает свое видение, понимание вот этого квадранта. Я не претендую на истину. То есть я покажу вам, как я понимаю, как я вижу квадрант денежного потока. Если вы еще не читали эту книгу, то я вам рекомендую ее прочитать. Итак, поехали. Как вы знаете, есть 4 способа зарабатывать деньги. Первый способ это работа по найму. Работа по найму. Вот я работал, например, по найму 8 лет. Работал в Газпроме. Образование у меня в Лугоградской газонефтяной. Московская Губкинская академия газа и нефти. Как выглядит жизнь человека, работающего по найму? Обратите внимание, график жизни такого человека выглядит примерно так. В начале детства, юношества, потом с какого-то возраста человек начинает зарабатывать деньги. У каждого какой-то свой потолок зарплаты. То есть если ты растешь по служебной лестнице, то эта зарплата может увеличиваться. Но каждый человек рано или поздно доходит до потолка своей заработной платы. Например, если ты главный бухгалтер, то у тебя уже это твой потолок. Или если ты инженер, то максимум ты можешь стать главным инженером. Если ты работаешь в конструкторском бюро, максимум ты можешь стать главным конструктором. Ну и так далее, так далее, так далее. Как выглядит дальше этот график? Вот у тебя потолок твоей зарплаты. Давайте рассмотрим такую ситуацию, что тебе повезло, ты доработал до пенсии. Что дальше происходит? Но у моего поколения пенсии уже не будет 100%, я это осознаю. Все идет к увеличению возраста пенсионного, вы видите. Ну и рано или поздно, скорее всего, рано, пенсии вообще отменятся. То есть как это подадут, я пока еще не знаю. Но мы с вами будем видеть эту историю, как исчезнут пенсии как таковые. Я очень часто задаю вопрос, кто хочет такой сценарий жизни? Редко вижу прям желающие, которые говорят, да, я так хочу. Плохой ли это сценарий жизни? Ну, кому подходит такой сценарий жизни? Скажу откровенно. Это для тех, кто не любит быть инициативным. Это для тех, кто не хочет напрягаться, а хочет просто делать что-то привычное для себя, с какой-то некой гарантией, что по итогам месяца тебе заплатят определенную заработную плату. Тут несколько факторов, друзья. Человеческий труд обесценивается, вы это прекрасно понимаете. Зарплаты будут подниматься или падать? Ответ очевидный. Они будут только падать. Это 100% однозначно. Еще раз повторюсь, я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это супер хорошо. То есть каждый из вас делает свой выбор сам. Есть второй способ, это создать какое-то свое дело. Работать на себя, да. Вот этот квадрат я еще называю квадрат героев. Почему героев? Это люди, которые берут на себя ответственность за свое будущее. Я без всякого ерничества говорю это. Это люди, которые открывают какой-то свой магазин, ресторанчик, кафе, какую-то автомастерскую, да, шинмонтаж, там, маленькое туристическое агентство, там, либо еще какое-то свое дело. С чего все начинается? Начинается все с минуса. Обратите внимание, график у них выглядит следующим образом. Чем круче дело, тем круче минус. Дальше, в первые же месяцы, ты уходишь еще глубже в минус. Почему? Потому что нельзя все расходы предусмотреть. В первые же месяцы у тебя возникнут еще какие-то дополнительные расходы. И потом, если повезет, через некоторое время ты выйдешь в ноль, и только потом выйдешь в плюсовую зону, когда начнешь получать прибыль, да, окупишь все вложения, начнешь получать чистую прибыль. Ну вот есть статистика, в России, по крайней мере, она гласит, что до своего пятилетия не доживают 90% вот этих людей, не доживают не в физическом плане, а как предприниматели, да, как владельцы этого дела. Из оставшихся 10% еще 80% не доживают в этой роли до своего десятилетия. Ну обращали внимание, да, смотришь, в одном месте только был магазин, потом на этом месте прачечная, потом на месте прачечной там банк открыли, потом через некоторое время банк закрыли, еще какое-то. Ну то есть видите, да, вот этот вот круговорот вот этих владельцев бизнеса происходит. Есть такой способ, есть такой способ. Есть третий способ зарабатывать деньги, это создать свой бизнес. Вот в чем разница того, кто открыл свое дело и тот, кто владелец своего бизнеса, мы сейчас кратенько разберем. Бизнес, что такое бизнес? Владелец бизнеса это человек, который умеет управлять тремя вещами. То есть он умеет создавать сеть, он умеет создавать систему и управлять этой системой. И третье, он умеет формировать команду. Вот три вещи главные для бизнеса. Ты можешь создать свой какой-то бизнес, ты можешь купить готовый бизнес, это еще называется франчайзи. И третий вариант, ты можешь начать развивать бизнес MLM, мульти-левел маркетинг. Как вы понимаете, мы в большей степени сегодня, точнее в цикле этих видео будем говорить как раз про MLM. Итак, бизнес, да, ты создаешь свое дело. Вот здесь нужны две вещи, друзья. Нужны большие капиталы финансовые и плюс даже больше чем капитала необходимы административные ресурсы. Ну, по-простому скажу, связи. Единицы из сотен тысяч, может быть миллионов, могут себе это позволить. Можно купить готовый франчайзи, да, там можно купить франшизу, например, вот яркий пример там приведу, даже посмотрите здесь на слайде, там франчайзинг бегемотик, например, стоит примерно один миллион. Да, окупаемость, неизвестно, когда будет окупаемость, от многих факторов это зависит. Яркий пример франчайзинга, например, да, это Макдональдс, все знают наверняка. Ну, то есть франчайзи тебе предлагают готовое имя, да, то есть использовать. Дальше они тебе предлагают, ну, бронополняемость франчайзи бывает разная. Можно купить, но я не буду этого делать. Объясню даже почему. Потому что, опять же, это требует финансовых вложений, не факт, что это окупится. И есть третий вариант, это создать свой бизнес, сотрудничать с МЛМ, об этом мы чуть позже поговорим. Есть четвертый способ зарабатывать деньги, это инвестиции. Вот давайте только сразу определимся, мы не будем путать инвестиции и спекуляции, это разные вещи. В чем разница? Спекуляция, это когда ты покупаешь что-то дешевле, в надежде, что это подорожает, и ты продашь это подороже. Ребят, это не инвестиции, это спекуляция. Это неплохое слово, то есть это, ну, спекулятивные операции называются. Инвестор, чтобы понимать, кто такой инвестор. Инвестор, если вы посмотрите, да, то есть произошло это слово от понятия хозяин. То есть человек, который говорит, я ищу инвестора, кого он ищет? Хозяина. Понятно, да? То есть человек, который инвестирует, он становится хозяином. Да? Некоторые говорят, я ищу совладельца бизнеса. То есть ты деньги, чужие деньги ищешь для того, чтобы поделиться частью своего бизнеса. Вот таким вот образом. Теперь обратите внимание, мне иногда смешно становится, когда мне там звонит условно домохозяйка. Я сейчас не смеюсь над домохозяйкой. Я смеюсь над ситуацией, которая мне говорит, Эдуард, я занялась инвестициями. Я говорю, какими? Она говорит, я купила долю в золото добывающей компании, которая добывает золото в африканской какой-то республике. Я понимаю, что человека развели. Поняли, да, идею? Ребята, хорошим инвестором, запомните, становятся люди, у кого есть опыт бизнеса. Скажите, инвесторы куда деньги вкладывают? В какой квадрат? В работников на себя? Инвесторы вкладывают деньги в те, кто создал что-то маленькое? Или они вкладывают в бизнесы какие-то? Ответ очевиден, в бизнесы. Тогда, чтобы мне вкладывать в бизнесы, мне надо понимать природу бизнеса. А лучшие понимальщики природы бизнеса, это те, кто имеет опыт создания бизнеса. Они знают, как создаются сети, как создаются системы и управляются системой, и как формируются команды. Вот это очень важно. Мне частенько задают вопрос, Эдуард, занимаетесь ли вы инвестициями? Я хочу вам сказать, нет, профессионально я еще не занимаюсь инвестициями. Хотя у меня опыт почти 20 лет бизнеса. Да, когда-то я займусь инвестициями. Но не путайте, не спекуляциями. Спекуляция это что? Я куда-то деньги положил в надежде, что вот это, что сделает? Подорожает, и я смогу это продать подороже, например. Понимаете, да? Я купил там недвижимость подешевле, в надежде, что она подорожает. И если я ее продам, то я получу что? Дельту прибыли. А если она не подорожает, то я приобрел опыт, называется. Но это не инвестиции, друзья. Это еще раз повторюсь, какие операции? Спекуляция, спекулятивные операции. Надеюсь, про инвестиции я понятно объясню. Итак, вот, давайте посмотрим еще раз вот на эту картинку, да? Командарат денежного потока. Работа на себя, работа по найму, бизнес и инвестиции. Вот левая половина квадрата, ее называют еще по определению квадрат бедных. Почему квадрат бедных? Потому что деньги есть только когда работаешь. Обратите внимание, ты ходишь на работу по найму, деньги есть. Работать перестал? Ну, денег нет, очевидно, да? Да, дальше у тебя свое дело какое-то. Ты должен сам контролировать там поставку в магазин, да? Бухгалтерию, там, реализацию, ну и так далее, так далее. Работаешь, деньги есть. Не работаешь, денег нет. Вот поэтому эту левую половину квадрата называют квадрат бедных. Деньги есть только пока работаешь. Правую половину квадрата называют квадрат богатых. Почему? Потому что деньги идут не только когда ты работаешь, и даже когда ты не работаешь. Я понимаю вот эту фразу, потому что из нее можно вырвать контекст такой, знаете, когда ты не работаешь. Почему-то многие, хотя ответ все очевиден, почему, устали работать по найму. Они хотят какое-то дело, где можно деньги получать, но не работать. Ребята, бизнесмены, инвесторы, они работают, но они деньги получают даже когда спят. Вот это очень важно понимать. То есть, но они не мечтают о том, чтобы не работать. Они делают дело для того, чтобы это дело давало результат и приносило пользу. Ребята, они приносят пользу. Ну, это тема другого видео, хорошо? Так вот, определите просто сейчас для себя, где вы хотите, откуда вы хотите получать свой основной источник дохода. Слева или справа половина квадрата. Я не призываю вас сейчас бросать свои работы по найму. Я не призываю вас сейчас бросать там свое какое-то дело, которое вы создали. Вы можете на первом этапе совмещать. Вы можете одной ногой быть в левой половине квадрата, а другой ногой встать в правую половину квадрата. Просто для себя нужно четко дать ответ, с какой половины квадрата вы хотите получать в итоге свой основной доход. В ходе вот этой серии видео, их будет еще раз подчеркну, 10, 11 видео будет объединяющие все эти видео. Вы четко увидите, как, каким образом работает сетевой бизнес. И мы разберем все мифы, и мы увидим правду о сетевом бизнесе. Итак, второе видео из цикла «Сетевой бизнес. Мифы и правды». Итак, объем товарооборота. Давайте посмотрим, какой объем товарооборота сетевой индустрии. Вот посмотрите внимательно на этот слайд. В музыкальной индустрии более 17 миллиардов товарооборота – это индустрия музыки. Если мы посмотрим на индустрию компьютерных игр, более 100 миллиардов долларов. Но если мы посмотрим на индустрию прямых продаж, индустрия MLM, то мы видим почти 200 миллиардов товарооборота этой индустрии. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько это круто. Данные, да, за 2017 год, за 2018-2019 еще нет официальных данных. Очень интересная разбивка по странам. Посмотрите вот на этот слайд внимательно. Вот эти показатели для меня о перспективах, которые есть, например, в России и в странах СНГ, так называемые. В России товарооборот около 3 миллиардов. Если мы для сравнения возьмем Соединенные Штаты, там почти 35 миллиардов товарооборота. То есть это перспективность. И даже вот есть цифры в России, например, ритейл. Ритейл это магазины, да, то есть товарооборот ритейла падает. И увеличивается товарооборот интернет-магазинов и сетевых компаний, компаний MLM. Потому что, почему ответ будет дальше в одном из следующих видео, вы увидите, кстати. Дальше. Очень интересная статистика. Посмотрите на этот слайд. Какой процент задействован в сетевой индустрии в зависимости от возраста. Вот если мы посмотрим, да, возраст 23-37 лет. Кстати, вот в комментарии напишите, да, то есть какой у вас возраст. То есть мы посмотрим, к какой категории вы относитесь. 37% именно этой возрастной категории. 38-52 года. Вот как раз я отношусь к этой категории. Вот таких, как я, 34% в сетевой индустрии. Дальше. Возраст от 53 до 73. Обратите внимание, цифра 27%. О чем это говорит? Ну, люди предпенсионного возраста, да, и пенсионного возраста. То есть их все больше и больше задействуется в сетевой индустрии. Почему? Ну, многие говорят, да, то есть население сейчас живет дольше в любом случае. Хочется жить качественнее в любом случае. Но мы об этом тоже чуть позже еще поговорим. Следующее. 74 и старше. 1% прикиньте. Но я думаю, вот эта цифра 74 и старше тоже будет увеличиваться. Потому что, опять же, повторюсь, да, продолжительность жизни, она начинает увеличиваться. И 1% от 2 лет до 22 лет. Ну, мы 2 годика берем, то есть вы понимаете, да, то есть это смешно, там нет трехлетних. Но это в основном люди возраста там 16 лет, 17, 18 лет. У нас есть примеры партнеров, которые приходили в этот бизнес 16 лет и добивались серьезных результатов. Да, их 1%. И я могу сказать, что я очень уважаю молодых людей в этом возрасте. Это говорит о том, что они имеют очень крутой потенциал, это крутое видение. Я просто себя вспоминаю до 22 лет, честно говоря. У меня не было тогда еще таких целей, таких амбиций. Если вы видите себя, да, то есть предпринимателем сетевой индустрии, то добро пожаловать. 7 факторов, почему Forbes считает будущее за сетевым бизнесом. Посмотрите внимательно на этот слайд. Я просто прокомментирую каждый из них. Первое. Старение населения, о чем мы сказали, да, то есть это означает, что люди живут дольше. Пенсии, увы, не обеспечивают, да, качество жизни. И где зарабатывать, куда идти. Второе. Опять же, да, вследствие этого, пенсия. Пенсии, ну, у моего поколения их не будет, это 100%. Поэтому нам нужно о будущем думать самим. Третье. Качество компании увеличивается. То есть, что это значит? Сейчас я поясню. Качество сетевых компаний становится все круче и круче. Конкуренция обостряется. И за счет этого продукт становится более качественным. Маркетинг планы сетевых компаний становятся более интересными. И это становится более интересным для людей, я называю, среднего класса. Среднего и даже обеспеченного класса. Четвертое. Ухудшается ситуация на рынке труда. Ну, вот прямой вопрос задам вам. Скажите, человеческий труд дорожает или обесценивается? Ответ очевиден, да. Тут не надо быть экстрасенсом, чтобы понять, что человеческий труд, то есть, он обесценивается. Сейчас конкуренция на рынке труда, она все круче и круче. Пятый фактор. Все большее количество людей, которые работают по найму, уже не хотят в 6 утра вставать, идти к 8 часам на работу, до 5 работать. Когда ты видишь в инстаграме, в социальных сетях примеры мам в декрете, примеры людей. Ну, например, я работал вот в Газпроме, да. То есть, мои коллеги, многие сейчас ходят еще на работу. Ну, и мужа, я знаю, вижусь, когда с ними не хочет сходить на работу. Потому что они видят, что я утром встал, попил кофе, позавтракал, пошел на тренировку. И только с обеда я приступил, то есть, ну, к созданию своего, к рабочим своим делам по бизнесу. То есть, большинство людей уже не хотят быть привязанными к конкретному рабочему месту. Шестое. Развитие сетей. Что это значит? Ну, онлайн технологии улучшаются? Улучшаются. Больше технологий онлайн. Дальше больше способов доставки. Я вам могу сказать, что через некоторое время, сейчас уже мы получаем более быстро доставку, заказывая через интернет. Но в будущем эти технологии скорости будут увеличиваться и улучшаться. И седьмой фактор. Опять же, повторюсь, покупатель стал умнее. Что это значит? Мы уже не просто ищем продукт, да? Мы уже выбираем, согласитесь, продукт. Мы выбираем, где купить. Мы выбираем не только по цене, мы выбираем по отзывам. Поэтому покупатель стал умнее и в рознице уже... Почему падает розница? Нафига я буду переплачивать? Многие ходят в магазин для того, чтобы выбрать продукт. А заказывают его где? Онлайн. Где-то, понимаете, да, в чем дело? Поэтому вот эти семь факторов, обратите внимание на них, они говорят о том, что будущее за сетевым бизнесом. Это не я придумал. Статья Forbes. Дальше. Уоррен Баффет. Я не буду перечитывать его слова. Посмотрите внимательно, да. Кстати, Уоррен Баффет вложился в несколько сетевых компаний. Он является совладельцем нескольких сетевых компаний. Дональд Трамп, я никогда не забуду вот этот вот пример. Когда он был на одной из передач, ему задали вопрос. Вот что бы вы сделали, если бы вам пришлось все начать сначала, и у вас бы не было строительного бизнеса своего? Он сказал, я бы нашел качественную сетевую компанию и, ну, начал бы там. Зал засмеялся. Он, ну, резкий парень, да, он перебил зал и сказал, вот поэтому вы сидите там, а я сижу здесь. Короче, наречивый ответ. Посмотрите, вот еще цифры и факты. Я не буду их перечитывать, вы хорошо умеете сами читать. То есть, многие компании используют систему сетевого маркетинга для того, чтобы выходить на рынок, да, для того, чтобы завоевывать новые рынки, для того, чтобы завоевывать территории, географию расширить и занять большую долю рынка. Так что, друзья, будущее за сетевым бизнесом. Но под сетевые компании еще часто маскируются лохотронные хайпы компании. Что такое лохотронные хайпы, мы поговорим об этом в следующем видео. Третье видео из серии сетевой бизнес, мифы и правда. Лохотроны и хайп компании. Что это такое? Давайте разберем. Ну, вначале давайте вот что определим. Лохотроны и хайп компании есть не только в индустрии MLM. Они есть во всех индустриях. Ну, например, да, возьмем строительную индустрию. Скажите, пожалуйста, вы знаете компаний, да, их, скорее всего, немного, но качественные строительные компании? Я уверен, что в каждом регионе есть хотя бы одна-две такие компании строительные, которые добросовестно строят, выполняют практически в срок все свои обязательства, да, делают то, что они обещали. То есть, и им доверяют. Есть такие компании? Есть. Скажите, а есть строительные компании, которые красиво говорят, красиво обещают, а по факту дают не то? Есть такие компании? Есть. А есть компании, которые вот реально дурят. То есть, они собирают деньги с людей, да, а потом исчезают, как мыльные пузыри. Тоже есть. Поэтому это не только в сетевой индустрии. Давайте определимся, хорошо? То есть, это в любой индустрии. Так же, как в любой профессии, можно сказать, да. Скажите, есть учителя, преподаватели, которые свою работу делают супер качественно, да, то есть, им доверяют и ученики, и родители. Есть. Скажите, а есть учителя, которые тоже вроде бы работу делают свою хорошо, но еще и бабки, да, как-то втихую там берут с людей. Там, ну вот вы поняли, да, немножко такие скользковатые преподаватели. А есть явные, ребят, те, которые дурят, да, то есть, обещают что-то. Их еще называют сейчас инфо-цыгане, есть такое понятие. В общем, в любой индустрии есть те, кто делают свою работу хорошо, качественной компанией, те, кто хайпуют и те, про кого можно сказать лохотронщики. Давайте разберем, что такое лохотронный хайп компании в сетевой индустрии. В лохотроны и в хайпы, сразу хочу вам сказать, попадают люди, чаще всего две категории людей, дураки и сволочи. Очень жестко это звучит, но это так. Дураки это кто? Еще раз повторюсь, я не оскорбляю, дураки это люди, которым деньги нужны еще вчера по срокам. Понимаете, люди попали в какую-то ситуацию, они, ну, не думали заранее о финансовом будущем, да, какой-то, не смотрели наперед. Им в силу каких-то разных обстоятельств деньги нужны даже не сегодня, им еще вчера нужны деньги. И они ищут способ, как заработать быстро, вот моментально. Деньги им нужны, вы поняли, да, вот эту фразу я часто повторяю еще вчера. И они попадают в лохотрон. Таким людям я всегда говорю, ребят, задайтесь всегда двумя вопросами. Стал бы ты покупать этот продукт за эту цену, если бы тебе не пришлось на этом зарабатывать? Потому что лохотроны чаще всего, да, требуют каких-то вложений, притом серьезных вложений. Вот стал бы ты это покупать, если бы тебе на этом не надо было зарабатывать деньги? Второй вопрос, если прекратится набор новых людей, с чего будут выплачиваться деньги? Потому что в лохотронах деньги выплачиваются из денег вновь прибывших. Вот два простых вопроса. И желательно на них отвечать, то есть умом, а не эмоциями. Плюс вторая категория людей работают в лохотронах. Это сволочи. Почему сволочи? Объясню. Это люди, которые четко понимают, что это лохотрон, что они разводят людей на деньги. Но скажите, а как таких людей назвать, если они осознанно обманывают других людей? Только сволочи, у меня других вариантов нет. Что такое хайп-компания? Хайп-компания это компании, которые вроде бы предлагают даже какой-то интересный продукт, но этот продукт не соответствует этим качествам. Этот продукт, знаете, он как мыльный прузырь, вокруг него очень миф интересный выстроен. Это обычно, знаете, как делается? Очень легко. Нанимают блогеров, оплачивают блогеров каких-то, известных медийных личностей. Я сейчас не буду называть компании, чтобы дабы не делать им рекламу. Было очень много разных компаний. Я помню, была компания TalkFusion, это компания, которая предложила, я как никогда, я помню, онлайн-технологии. Они сказали, что мы перевернем сетевой бизнес, там еще что-то. Где эта компания? Нет, это компания. Я могу перечислять огромное количество этих компаний. Они обычно обещают сверхприбыль, они обещают сверхкачество продукта. И чаще всего это не соответствует действительности. Так вопрос, как определить, да, какая компания? Вот посмотрите внимательно вот на эти инструменты-помощники, вот на этом слайде. То есть это сайты, где можно проверить эти компании. Посмотрите на уставной фонд компании. Это можно даже в налоговом органе посмотреть, на сайте, на налоговом сайте России. Посмотрите, сколько уставной капитал компании. Я знаю многие компании, у кого уставной капитал 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей. Прикиньте, ребят, 10 тысяч, 20 тысяч рублей. Это что значит уставной капитал? В случае чего компания будет рассчитываться со своими, ну, как сказать, перед своими обязательствами в сумму 10 тысяч рублей. Представляете? Ну, это же смешно. Дальше. Очень рекомендую зайти на сайт Ассоциация прямых продаж России. Вот там в Ассоциацию прямых продаж берут только те компании, у кого 100% все документы прозрачные. Ребята, обратите, пожалуйста, на это внимание. Хорошо? Хорошо. Сразу хочу отметить, что компания Reflame входит и в Ассоциацию, то есть в Российскую Ассоциацию прямых продаж, и в Международную Ассоциацию прямых продаж. И плюс к тому же, Магнус Брэндстром, президент компании Reflame, является председателем Международной Ассоциации прямых продаж. Чтобы вы понимали, насколько это круто в плане компании Reflame. А что дальше? Смотрите четвертое видео. Четвертое видео из серии «Сетевой бизнес. Мифы и правда». Почему компания Reflame? Почему мы сотрудничаем с компанией Reflame? Давайте разберем факты. Здесь будут слайды. Посмотрите внимательно. Разберем некоторые из них. Вообще, когда я слышу редкий случай, иногда, конечно, кто-то нелицеприятно что-то говорит о компании Reflame. Вы знаете, если это особенно вживую, я задаю вопрос. Скажите, а вот вам лично, а Reflame, что сделал плохого? И все. И вы знаете, очень интересно видеть выражение лица человека. Он говорит, лично мне ничего. Я говорю, а почему вы тогда говорите плохо про Reflame? Вот, опять же, да, вот вам лично, вам лично, что Reflame сделал плохого? Я еще не встречал ни одного человека, кому Reflame бы что-то сделал плохого. Понимаете? И вот это называется ОБС. Знаете, такое «одна бабка сказала». То есть пересказ каких-то слухов. Я всегда говорю, ребята, ну смысл пересказывать какие-то слухи? Нужно говорить о фактах. Есть факты, а есть слухи. Это абсолютно разные вещи. Давайте разберем факты. Компания Reflame основана в 1967 году. Знаете, я очень часто использую и говорю эту фразу, она не просто так. Так долго и так много времени люди не могут ошибаться. Понимаете? Reflame – компания «Миллиардер». Товарооборот около 2 миллиардов. Компания, которая постоянно обновляется. Ну, давайте разберем. 17 каталогов в год. Ребят, задумайтесь вот с позиции предпринимателя. 17 каталогов – это каждые 3 недели новый каталог, новые скидки, новинки. В каждом каталожном периоде по 30-40, а то и больше наименования новой продукции. То есть, это же постоянное обновление логистики. В склад, на склады нужно завести новый продукт. А эти новинки нужно разработать. У Reflame 3 научно-исследовательских центра. То есть, это факты опять, да? Компания-производитель. То есть, компания не занимается перекупкой. То есть, компания сама исследует, производит товар, производит этот продукт, как мы говорим. То есть, и выставляет этот продукт до конечного потребителя, минуя всех посредников. Следующий момент – ассортимент, друзья. Около 2000 номинований продукции. Еще раз повторюсь, ассортимент, который постоянно обновляется. Одна из немногих компаний в мире, подчеркну, и особенно в России отмечу, кто цену в разных странах устанавливает в зависимости от платежеспособности населения в стране. Вот зайдите на официальный сайт, например, Reflame Греции. Вы увидите, что там продукция чуть-чуть дороже, чем в России. А если вы зайдете на официальный сайт Reflame Швеции, то там продукция в 2, в 3, а то и в 4 раза дороже, чем у нас. То есть, Reflame цену на продукт устанавливает в зависимости от платежеспособности населения. iPhone. Ребята, скажите, пожалуйста, где iPhone стоит дешевле, а где дороже? В Америке он стоит дороже или дешевле? Дешевле. А в России он дороже. Заметьте, да? По такой логике iPhone в России должен стоить дешевле, чем в Америке. Поняли? А у них наоборот. Так что поэтому, Reflame, подчеркну, это единственная компания, которая регулирует цену на продукт в зависимости от платежеспособности населения. Дальше, еще раз, на факты, посмотрите следующий слайд. 63 страны мира, где работает компания Reflame. И в 50 из этих стран мы можем приглашать наших партнеров. То есть, у тебя не болит голова, как доставить товар до партнеров по 85 регионам России и 50 странам мира. Этим занимается компания Reflame. Далее, еще раз хочу отметить, мы получаем доход 17 раз в год, официально. Сейчас, тем более, с приходом возможности получать доход без ИП, а с помощью самозанятости, вот эти возможности, возможности бизнеса с Reflame становятся еще более актуальными. Тем более, сейчас компания совместно с Рокетбанком в России запустила вот этот проект. Легко оформить, открыть расчетный счет в Рокетбанке и сразу начать получать без всяких ИП, без всяких бумажек, получать официальный доход. Четыре автопрограммы, то есть для директоров, для бриллиантовых, для исполнительных и для президентов. Четыре международные конференции в год. Это менеджерская конференция, конференция для лидеров с уровня золотой, с уровня бриллиантовый директор, с уровня исполнительный директор. И подчеркну, это одна из немногих компаний, которая стопроцентно оплачивает этот отдых. Многие компании позиционируют, что у них есть путешествия, но они не договаривают, что за их путешествия платят сами же партнеры. Вот это очень важный момент. Следующий момент, на что хочу обратить внимание. Здесь отсутствуют финансовые риски в этом бизнесе. То есть тебе не нужно делать каких-то сверхграндиозных вложений, чтобы здесь получить серьезные результаты. И опять же отмечу, мы получаем официальный доход, мы получаем готовую бизнес-систему. Единственное, что нам необходимо делать четкие функциональные действия. Какие, вот об этом мы поговорим в следующих видео. Пятое видео из серии «Сетевой бизнес. Мифы и правда». С чего мы начинали и каким результатом мы пришли? Давайте быстро разберем этот момент. Может быть, это кого-то вдохновит, может быть, кого-то это разозлит, может быть, кому-то будет фиолетовый по барабану, но, как говорят, слов из песни не выкинешь. Вот такими мы были, посмотрите на это фото, когда пришли в этот бизнес. Я не знал, как ставить цели. Я не понимал вообще, что такое планирование жизни, что такое лидерство. В моем лексиконе вообще не было такого понятия. Лидерство, команда. Для меня команда это было что, футбол, хоккей, команды. Чтобы команда где-то создавать бизнес, я вообще этого не понимал. И вы знаете, я считаю, что для того, чтобы успешно стартовать в этом бизнесе, вот этого всего не надо. Необходимо, знаете, вот что у нас было? У нас были горящие глаза. И вот когда мы спрашиваем наших первых партнеров, кто пошли за нами в этом бизнесе, почему вы пошли за нами? У нас не было результатов, нам нечего было вам показать. Многие говорят, и это упирается в одно такое, знаете, в одну фразу. У вас были горящие глаза. Но горящие не в том плане, что там пламя из них шло, а в плане того, что была вера, убежденность в то, что мы делаем. И вот, знаете, вот тут есть частые заблуждения, хочу его озвучить, что люди приходят на результаты. Ребята, если вы беспокоитесь о том, что у вас нет результата, и поэтому люди не идут за вами, то вы ошибаетесь. Стив Джобс, когда начинал, он не мог инвесторам показать результат. У него даже компьютера не было как такового. Понимаете, в чем дело? Запомните, у любого предпринимателя, начинающего предпринимателя, вера берется из картины своего будущего. Вы, если переживаете о настоящем и прошлом, о прошлых своих результатах, либо о сегодняшних, то вы не будете успешны в предпринимательстве. Это правда. Ваша вера должна быть подкреплена вашим видением будущего. Будущее нужно видеть своим умом. Понимаете, да, в чем дело? И вот тут люди делятся все на две категории. Одни верят в хорошее, другие верят в плохое. Все верят. Запомните, просто одни в хорошее, другие в плохое. И у одних исполняется хорошее, а у других плохое. Когда мне кто-то говорит, ну я так и думал, что у меня не получится. Я говорю, а нафига так думал? Ну все осуществилось, как думал, все реализовалось. Понимаете, в чем дело? Во что это вылилось? То есть мы стартовали со страстью, с убежденностью. Никто не мог меня переубедить, что у меня не получится. Вот это вот, знаете, такая вот фундаментальная убежденность. Наш наставник, Томила Полежаева, часто говорил такую фразу. Танк на старте. Это танк. Вот, ну представьте, полигон военный. Танк стартовал, да? Танк, танк. Дальше он заехал в болото. Скажите, вот погряз в болоте. Вообще утонул. Башня одна торчит. Скажите, он стал трактором? Или он остался танком? Он танк. Его выдернули, вытащили. Он весь такой грязный, вонючий. Скажите, он кто? Он танк. Его отмыли, он стал блестящий, чистый. Смазали его. Кто он? Танк. Вот понимаете, в чем дело? Не важно, в какую вы ситуацию попали. Перефразируя, кто вы, для себя определите. Понимаете, в чем дело? Успех, истинный успех, он не зависит от внешних атрибутов. Да, в последующем уже посмотрите. Мы, я сразу могу вам сказать, мы не мечтали о такой жизни. Я не мечтал, что, вернее так, я фантазировал, что у меня будет крутая жизнь, но я не думал, что настолько это будет круто. BMW X6, крутой дом. Наталья мне подарила Mercedes и класс купай автомобиль. Ребят, вот об этом я не мечтал. Точнее, я мечтал о Mercedes, но я не думал, что это будет подарок Натальи. Я не думал о том, что мы будем строить дом в самом престижном направлении Москвы. Это сейчас Новорижское направление, престижный поселок. То, что будут крутые соседи, интересные соседи рядом с нами. Мы не думали настолько, что мы сможем дать крутое образование нашему сыну, и он будет закончить британский банковско-финансовый колледж. Я, ребят, честно, у меня не было даже мысли о том, что я буду летать, например, на частных самолетах. Что мне нравится в нашем бизнесе? Здесь никто не смотрит на длину твоих ног, какие у тебя дипломы, кто у тебя родственники. Потому что прозрачный маркетинг план Арифлейн. И ты видишь, за какой объем выполненных дел, за какой результат, какой доход ты получишь. Ребят, 50, более 50 стран мира у нас в копилке сейчас. Я откровенно могу сказать, я даже не думал о том, что мы будем считать уже десятками копилку стран. Но не было, откровенно могу сказать, не было настолько большого видения. Вот на эту фотографию я хочу обратить особенное внимание. Почему? Вот эта фотография сделана в Сингапуре, отель Марии Байсанс. 57 этаж, представьте, да, весь этаж это бассейн. Понедельник в 8 утра. Вот эта фотография сделана в понедельник в 8 утра. Я вот сидел вот там, январь месяц. Сижу в бассейне и сам себе говорю, если бы мы в свое время не сделали правильный выбор, то сейчас бы в понедельник в 8 утра я шел на нелюбимую работу, ребят. За неудовлетворительный доход. Да какой неудовлетворительный? Ну вы поняли, да, тут пик-пик мат я не буду называть. То есть, и вот именно там, сидя в бассейне, я сам себе говорил, какие же мы молодцы, что в свое время сделали правильное решение. Я уверен, что кто-то из вас уже принял это правильное решение, либо, может быть, вот эти видео, серии вот этих видео, да, поможет вам принять это правильное решение. И где-то в какой-то момент жизни, через несколько лет вы скажете, какая я же молодец, или какой я молодец, что сделал правильный выбор. Идеального времени не будет никогда. Давайте договоримся. Идеального момента не будет никогда. Знаете, когда мне кто-то начинает говорить, вот раньше было легко. Ребята, где было раньше легко? Например, когда мы начинали, да, то есть были другие условия. Мне для того, чтобы провести с вами презентацию, мне нужно было обязательно поехать к вам навстречу, либо ко мне, вам ко мне приехать, понимаете, да, в физическом плане. Почему? Потому что мы стартовали в 2001 году. Самый высокоинтеллектуальный гаджет был пейджер. Сейчас я уверен, молодые люди так, watch, да, что это пейджер. Денис сможет вот здесь сделать фотографию, да, или здесь где-то, вот этого прибора пейджера. Тебе надо было найти телефон стационарный, позвонить по определенному номеру, продиктовать абоненту такому-то, такому-то, прошу отправить такое-то сообщение. Ты диктуешь сообщение, и это сообщение приходило на твой пейджер. Если тебе нужно было перезвонить этому человеку, то ты должен был найти стационарный телефон и позвонить ему. Стационарный, ребята, это вот который, жжж, жжж, поняли, да, идею? Вот это был самый высокоинтеллектуальный гаджет, представляете? Сейчас, ребят, вот сейчас я называю еще более крутые времена, потому что сейчас видеоконференц-связь, это уже как само собой разумеющийся. Нам не обязательно встречаться вживую для того, чтобы общаться. Я скажу вам даже больше. Через пять лет технологии будут еще более крутыми. И через пять лет бизнес будет делать еще легче, понимаете? Потому что технологии нам в помощь, это стопроцентно однозначно. Так же, ребят, идеального момента не будет никогда. Если вы стремитесь за идеальным моментом, то можно, извините за выражение, потерять свою жизнь. Скажу по-простому. Итак, что же нужно уже делать, да? То есть где большие деньги зарыты в этом бизнесе? Вот об этом поговорим в следующем видео. Поехали. Шестое видео из серии «Сетевой бизнес. Мифы и правда». Давайте разберемся, а надо ли вам вообще сетевой бизнес? Одна из основных, конечно же, возможностей, для чего приходим мы в сетевой бизнес, это заработать на свои мечты, цели, либо на решение каких-то проблем. То есть поэтому я всегда говорю, ну чаще всего мы приходим, чтобы заработать, чтобы решить какие-то свои проблемы. Там ипотеку закрыть, кредиты какие-то закрыть, да? То есть там выйти на какой-то уровень достатка. Если у вас проблем нет, то тогда наверняка вы будете зарабатывать уже на свои мечты. Так вот, надо ли вам это? Давайте разберем этот момент. Вот посмотрите на этот слайд, сколько ты сейчас зарабатываешь. Считали ли вы это? Вот я рекомендую каждому человеку сделать хотя бы раз в жизни этот просчет. Здесь пример одного конкретного парня, его зовут Игорь, он из города Санкт-Петербург, молодой человек, неженатый. Его зарплата 30 тысяч рублей в месяц. Ну то есть он недавно переехал в Санкт-Петербург, не называя его фамилии, это реальный человек. И мы с ним сели и начали считать, сколько у него уходит времени, чтобы заработать вот эту сумму. 30 тысяч рублей в месяц. И учитывали, он работает двое через двое, ну двое суток работает, двое отдыхает соответственно. В 6 утра примерно он уходит на работу, ну то есть чтобы доехать. И поздно вечером возвращается. Теперь смотрим, у него в месяц выходит 242 рабочих часа с учетом дороги. Потому что дорогу нужно тоже учитывать, это тоже время твоей жизни. Считаем, 30 тысяч мы делим на 242 часа, получается 1 час 124 рубля. 124 рубля стоит его 1 час. Дальше я Игорю задал вопрос, скажи Игорь, а вот сколько денег твоих? Вопрос такой в тупик его поставил, он говорит, как сколько? Ну вот все, что заработал, все мое. Я говорю, ты уверен? Да. Ну давай, Игорь, посчитаем. Скажи, вот из этих денег, из 30 тысяч, ты все себе оставляешь? Он говорит, ну нет. Давай уточнять, сколько ты платишь за квартиру? Ну он арендует квартиру, то есть у него 10 тысяч в месяц выходит. Ну точнее не квартиру он арендует, а комнату в квартире. 10 тысяч рублей в месяц аренда. Хорошо, дальше идем. Питание, деньги уходят? И прям я говорю, давай посчитаем, где ты покупаешь продукты, да? То есть вот прям есть конкретный магазин, там перекресток, магнит, там, да, я не знаю, карусель, там еще какой-то магазин. Дальше связь, это Мегафон, МТС, там, да, Билайн, Теледва или еще кто-то. Это не реклама, ребят, чтобы вы понимали. Дальше идем. Транспортные расходы уходят. У кого-то метро это, да, у кого-то на такси, может быть, ездит, у кого-то свой автомобиль. Дальше. У вас есть дети, если то, посчитайте, да, там, садик, школа. Ну, Игорь и нет детей, в его случае мы не считаем. Дальше. Уход за собой. Ну что это такое-то? В парикмахерскую нужно раз в месяц все равно сходить, да, там, какие-то мыльно-рыльные купить. Дальше. Какие-то, какой-то досуг есть, правильно? Что это? На день рождения куда-то сходить, там, я не знаю, с девушкой сходить куда-то. Либо ты будешь ходить, как вы, анекдотики. Помните советский анекдот, когда у парня в кармане 5 копеек на газировку только. И вот он идет с девушками, ему кафе, она такая, говорит, о, кафе, пирожное. Он говорит, хочешь, не хочешь, ну, пойдем дальше. Ну, то есть даже не дают ей вставить там. И вот так проходят они мимо всяких там кафешек и уже поравнялись с аппаратом, с газировкой. Он говорит, она говорит, о, газировка, он говорит, газировка хоть? Да, быстро перебиваю. Говорит, хочу. Он говорит, что орешь-то? Давай. У него же 5 копеек как раз подходит и берет газировку. Так вот, на все деньги необходимы. Если у тебя есть кредиты, да, то есть какие-то кредитные, долговые обязательства. И вот мы с ним сели, вот это все посчитали. Я ему дальше задал вопрос. Так, вопрос, сколько денег твоих? Надо было видеть его недоуменный взгляд. Он только тут увидел, что у него не остается своих денег. Потому что он получил деньги и тут же их что? Раздал. Кредиты, питание, жизнь, дорога, интернет, сотовая связь, уход за собой, подарки. Понятно, да, идея? Дальше я ему задал следующий момент, вопрос. Я говорю, скажи, а ты деньгами рассчитываешься? Опять его недоуменный взгляд. Конечно, деньгами. Я говорю, не деньгами. Ты рассчитываешься временем своей жизни. Можем посчитать. Час сколько стоит? 124 рубля. За квартиру ты сколько платишь? 10 тысяч. Кому? Вера Ивановна. Вера Ивановна получает 10 тысяч от тебя. Твой час стоит 124 рубля. 10 тысяч раздели на 124. Получается более 80 часов осознанной жизни в месяц. Ты отдаешь Вере Ивановне. Понимаешь, в чем дело? И вот мы рассчитываемся, если работаем за зарплату, не просто деньгами, а временем своей жизни. Вопрос. Сколько остается для тебя времени? Обращали внимание, что очень часто мы говорим, нет времени, нет времени. Почему? Потому что у нас нет времени чаще всего для себя. У нас есть время рассчитаться с другими. Так что, если вас это устраивает, вообще не проблема. Просто поставьте лайк, либо напишите что-то в комментарии. Если все устраивает, я вас поздравляю, вы счастливый человек. Если не устраивает, то имеет смысл продолжать смотреть видео дальше. Почему? Потому что вот дальше, посмотрите на вот этот слайд, лестница успеха Арифлейм. Я дам ответ, где в Арифлейм большие деньги. И это будет первый вопрос и ответ, самый главный, который вы получите в следующем видео. Погнали! Седьмое видео из серии «Сетевой бизнес. Мифы и правда». Так за что в Арифлейм платят серьезные деньги? Вот этот вопрос я частенько задаю, когда встречаюсь с людьми, либо во время живой презентации, либо у меня диалог по скайпу проходит. То есть особенно я задаю этот вопрос, когда у меня человек говорит, да я все знаю про Арифлейм, да я все знаю, как там можно заработать деньги. Я говорю, хорошо, раз вы знаете, вопрос, за что в Арифлейм платят самые серьезные вознаграждения? Какие ответы я слышу? За продажи, за привлечение людей, за организацию товарооборота, ну еще что-то бывает какие-то. На самом деле за это не платят самые большие вознаграждения. За что? Можно опять, да, синтриговать, промолчать и сказать в следующем видео, нет, я не буду настолько делать интриги, дам ответ прямо сейчас. Итак, друзья, самое серьезное вознаграждение, посмотрите внимательно, в Арифлейм платится за создание директорских команд. И вот сейчас, наверное, возникает вопрос, а что такое директорская команда? А как создать директорскую команду? Вот именно этому мы и обучаем в нашей бизнес-системе, в нашей команде. То есть самые серьезные доходы, бонусы, автопрограммы, путешествия, все это мы получаем за создание директорских команд. Как это создать, как создаются директорские команды? Еще раз подчеркну, научим, покажем. Когда мне говорят, ну давайте прямо сейчас, объясните мне, как создавать директорскую команду. Я задаю всегда встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот для того, чтобы получить какую-то профессию, нужно какое-то обучение пройти? Ну все говорят, да. Вы знаете, у меня есть знакомая, например, у нее есть диплом библиотекаря. Как думаете, сколько лет училась? Ребята, пять лет. К вашему удивлению, пять лет она училась. У меня сразу вопрос, я не выдержал, извините, да. Чему можно учиться пять лет на библиотекаре? Понимаете, в чем дело? То есть любую другую профессию человек считает нормой учиться курсы три месяца, шесть месяцев, чтобы быть продавцом заказа, шесть-девять месяцев обучаются люди. То есть для того, чтобы быть бухгалтером, что нужно минимум пройти либо курсы годовые, либо колледж закончить трехлетний. То есть, понимаете, здесь мы с вами будем обучаться и параллельно сразу зарабатывать. Но теперь давайте мы более досконально с вами разберем все-таки, да, какие вознаграждения за создание директорских команд. Вот это самый информативный слайд, если вы посмотрите. Вот это вот как раз расписано на каком уровне за создание скольки директорских команд, какие вознаграждения вы получите. Давайте разберем вначале, что такое директорская команда, что это значит. Директорская команда это группа, команда, которую вы создали с товарооборотом более 300 тысяч рублей в месяц. Это в российских рублях. Если вы с Казахстана, Украина, Белоруссии или еще какая-то другая страна, соответственно, у вас другая немножко валюта там, да, расчет немножко другой. Вы можете перевести по курсу в свою валюту. Итак, 300 тысяч рублей. Как создать такую директорскую команду? Вот это самое ключевое, вот этому мы обучаем. По-простому объясню. 300 тысяч, как можно сделать? Можно, конечно, самому продать на 300 тысяч. Если вы гениальный продавец, умеете это делать, я могу вам сказать, что я могу, ну, виртуально, да, преклонить перед вами колено. Я очень уважаю людей, которые умеют продавать. Не втюхивать, не впаривать, а именно продавать. Таких людей, говорят, по статистике примерно 5% населения. Ну, из 100 человек только 5%. Остальные не умеют этого делать. Увы, я пока этого не умею делать, но я могу сказать, хочу научиться этому. Хочу научиться классно продавать. Другой вариант. Можно создать команду продавцов, да. 10 продавцов, каждый из них продал по 30 тысяч. И у тебя такой товарооборот. Сложная задача. Объясню, почему сложная. Потому что, если человек умеет продавать, то он на 30 тысяч не будет продавать. Он будет продавать, скорее всего, на какую сумму? Еще на большую, да. И таких продавцов, помните, я вам говорил, их всего лишь 5%. Сложная задача. То есть, если ты будешь чисто на продавцах пытаться строить по группу. Но есть другой вариант. Сколько процентов людей любят, и даже если не любят, занимаются покупками? Это практически 100% населения. Правильно? Поэтому 300 тысяч, это может быть 300 человек, каждый из них купил на 1 тысячу рублей. Но вот где взять этих 300 человек? Как сформировать эту команду 300 человек, да, чтобы не разбежались еще к тому же? Вот этому как раз мы обучаем. Хорошо? То есть, это не тема этого видео. Теперь, какое вознаграждение? Вот, когда вы создали команду с товарооборотом 300 тысяч, вы получаете статус, он называет старший менеджер. В этом случае, ваш годовой доход составляет от 330 тысяч рублей. Годовой доход, подчеркну. Вы участвуете в особых семинарах, да, то есть, которые проводятся в компании Reflame и внутри нашей команды. Дальше. Когда вы этот результат подтвердили в 8 периодов из 17 в году, всего в год 17 трехнедельных периодов. Каждые три недели выходит новый каталог Reflame. И вот если в 8 периодах из 17 вы показали этот результат, то есть, вы показали, что это не случайно сделано. Вот в этом случае вы получаете статус директор. Директор получает единовременную премию 100 тысяч рублей. Это разовая премия. Годовой доход директора составляет от 500 тысяч. И директор уже претендует на получение автобонуса. То есть, Reflame готова вам финансировать покупку автомобиля стоимостью до 1 миллиона 20 тысяч. То есть, это специальная программа. То есть, детали этой программы, ну, можно будет потом детально еще, кому это интересно, мы с вами разберем. Дальше. Плюс, вы при достижении этого уровня получаете приглашение на два лица на всероссийский банкет директоров. И вот этот уровень директора, обратите внимание, это самое начало только. Дальше, вот дальше, я говорю, начинается сам бизнес. Да-да, вы не ослышались. По пути к директорству, я называю, это процесс обучения. Ты на практике обучился, как стать директором, а теперь дальше твоя задача обучать этому других людей. Услышали? И вот тут начинается самое интересное. Когда вы помогли двум людям стать такими директорами, вы получаете статус золотого директора. Золотой директор, ну, звание это такое, да, он получает разовую премию 200 тысяч долларов. Дальше, он получает приглашение на международную конференцию. Это проходит в разных странах мира. То есть, это Испания, Италия, Франция. То есть, ну, например, у нас одна из конференций проходила на круизных лайнерах даже по Средиземному морю. Дальше, золотой директор имеет годовой доход от 900 тысяч рублей. И вот тут, смотрите, очень интересный момент возникает. Иногда мне говорят, да ладно, брось ты, с чего это человеку будут платить 900 тысяч в год, да, там, премию 200 тысяч и еще путешествия. Я говорю, понимаете, все считается, давайте посчитаем, чтобы стать золотым, тебе нужно помочь двум людям стать директорами. У этого товарища 300 тысяч товарооборот, и у этого, ну, два параллельных директора, это 600 тысяч. Они делают этот результат 17 раз в год, да. Сколько это 600 тысяч умножаем на 17, это больше 10 миллионов. Ты организовал для компании товарооборот больше 10 миллионов. Компания с этих 10 миллионов тебе заплатила? 900 тысяч. Оплатила тебе разовый бонус 200 тысяч и один раз в год оплачен отпуск. Скажи, выгодно фирме? Выгодно. А тебе? Тоже выгодно. Понимаете, деньги не из воздуха берутся. Если ты создал большую организацию и каждый купил на 0 рублей, то и получишь ты тоже 0 рублей. Деньги не из воздуха берутся. Понимаете, в чем дело? Вот это называется сценарий выиграл-выиграл. Итак, есть 4 сценария жизни. Первый сценарий проиграл-проиграл. Так думают люди, которые рассуждают, да. Ага, я приду, ты будешь деньги зарабатывать, фиг ты там. Пускай моя корова сдохнет, у тебя сдохнут две. Не работает сценарий, вы это прекрасно понимаете. Второй сценарий жизни проиграл-выиграл. Вот так я жил раньше. Я сам проигрывал, а мои начальники на работе выигрывали. То есть большинство людей, увы, живут по этому сценарию. Сами проигрывают, а кто-то за их счет выигрывает. Есть третий сценарий жизни. По нему живут сволочи. Это те, кто думают только о собственном выигрыше. Выиграл-проиграл. Пофигу, что у других. Главное, что у них все было бы хорошо. Есть четвертый сценарий. Выиграл-выиграл. Вот это сценарий жизни всех успешных людей, всех успешных компаний. То есть ты выигрываешь, и компания Арифлэйм выигрывает. Понимаете, что она делает? То есть все прозрачно, все конкретно. То есть для того, чтобы расти по этой карьерной лестнице, тебе нужно создавать новые и новые директорские команды. Три команды, четыре команды. Ну вот сакцентрирую на шесть команд. Когда у вас шесть директорских команд, шесть, это статус бриллиантового директора. Единовременная премия 600 тысяч рублей. Годовой доход около трех миллионов рублей и более. Годовой доход, подчеркну. Автопрограмма тебе финансирует покупка автомобиля стоимостью 2,5 миллиона рублей. Два раза в год уже путешествие за границу, друзья. Обратите внимание, это август месяц плюс январь месяц. Ну, например, в этом году мы были в Австралии. В следующем году мы отправляемся, точнее уже в этом, в 20-м году, мы отправляемся в Соединенные Штаты. Это будет Лос-Анджелес. Обратите внимание, чтобы стать бриллиантом, тебе нужно помочь шести людям стать директорами. Давайте еще раз пробежимся. Автопрограммы, возможность получать бонусы, путешествия. Теперь, что же конкретно нужно делать, почему команда BMD21, почему мы вас приглашаем в свою команду, вот об этом уже будет следующее видео. Погнали! Восьмое видео из серии «Сетевой бизнес. Мифы и правда». Мы вас приглашаем не просто в компанию «Арифлейм», мы вас приглашаем в команду BMD21, бизнес-модель 21 века. Обратите, пожалуйста, внимание, «Арифлейм» – это компания-партнер. Мы – это команда предпринимателей уже с 19-летним опытом сетевого бизнеса. И 19 лет наша команда сотрудничает с компанией «Арифлейм». Сразу скажу вот по какому поводу один комментарий. Когда мне иногда говорят, что компания – это инструмент для развития бизнеса. Ребята, если вы от кого-то услышите эту фразу, запомните, это фраза людей, которые к людям относятся как к инструментам. Объясню почему. Потому что любая компания, любая команда – это не заводы, это не офисы, это не компьютеры, это люди. Уберите людей из любой компании. Будет существовать компания? Нет. Поэтому человек, который говорит, что компания – это инструмент достижения целей, о чем он говорит? Люди – инструмент достижения целей. Вот люди, которые используют эту фразу, это люди, которые к вам будут относиться как к инструменту. Итак, посмотрите внимательно на этот слайд. «Арифлейм» мы уже говорили, это серьезный бизнес-партнер, это крутая компания, которая, как наш партнер, несет на себе все административные задачи. То есть, что значит административные? Это задача компании производства товара, его сертификация, растаможка, доставка, складирование, бухгалтерия, налоговые, всеми этими делами, юридическая поддержка. Всем этим занимается компания «Арифлейм». «Арифлейм» занимается логистикой. У нас с вами не болит голова, как доставить товар до наших партнеров в Архангельске, на Камчатке, в Калининграде, в Белоруссии. Ну, помните, да, 85 регионов и 50 стран мира, куда доставляет товар компания до партнеров вашей команды. Следующий важный момент. «Арифлейм» предлагает готовый маркетинг-план со всеми бонусами. У вас не будет болеть голова, то есть какие акции придумать. Всем этим занимается компания. Что предлагает команда «БМД-21»? У нас есть четкая бизнес-система, которую мы постоянно улучшаем, обновляем. У нас есть инструменты для рекрутинга, инструменты обучения новых партнеров. Я скажу даже более конкретно. Вы получите систему 24 на 7, то есть 24 часа поддержки 7 дней в неделю. То есть есть система практического обучения. Еще несколько фактов о команде. Посмотрите вот на этот слайд. Я не буду их зачитывать, вы можете увидеть все эти цифры сами. Для меня самый, наверное, драйвовый показатель здесь это цифра 28% успешных семейных пар. То есть мы видим, что этот бизнес, наш бизнес объединяет семьи. Почему? Потому что у семьи появляются общие цели, у семьи появляются общие проблемы. Именно решение общих каких-то задач, проблем сплачивает семью. Никогда ни одну семью не сплачивала хорошая жизнь. Ребята, если вы посмотрите, даже все такие яркие фильмы, сюжет примерно такой. В семье начинаются проблемы какие-то, и тут какой-то внешний катаклизм, там землетрясение, ураган. Они что начинают делать? Вместе преодолевать вот эти проблемы, и что в итоге в конце фильма? Хэппи-энд. Все друг друга любят. Почему? Потому что они вместе прошли какие-то преодоления. Поэтому если, я скажу, у вашей семьи сейчас проблема, то я могу сказать, ну, взаимоотношения, то это означает, что у вас мало совместных целей и мало совместных преодолений. Хотите сплоченную семью? Вот это один из секретов нашего успеха в семье. У нас с Натальей очень много общих целей и очень много задач, которые мы решаем вместе. Поэтому все сплоченное. Семейные пары, ребята, это не только муж, жена. Это родители с детьми, это бабушки, дедушки, да, то есть с внуками, это братья, сестры. Так что семья – это не только муж, жена, чтобы вы понимали. В нашей команде огромное количество мужчин. Просто огромный пласт. Я всегда говорю, друзья, мужчины там, где деньги. Понимаете? И благодаря тому, что у нас много мужчин, соответственно, у нас, опять же, много успешных семейных пар. Дальше я дам ответы на вопросы, частые вопросы, которые возникают в этом бизнесе. Ну, например, какие вопросы? Не поздно ли начать, ведь все этим уже занимаются, да? А какие здесь есть вложения? А у меня нет времени? Ну, в общем, ответы на частые вопросы мы разберем с вами в следующем видео. Итак, девятое видео из серии «Сетевой бизнес. Мифы и правда». Давайте разберем частые вопросы, которые возникают. Если вдруг я не дам ответ на какой-то частый вопрос, да, вы мне его задайте в комментарии с огромным удовольствием обязательно дам ответ на этот вопрос. Если вопрос будет прям супер какой-то, да, то есть интересный, то видео еще даже запишем отдельное на ответ, вернее, на этот вопрос. Итак, первый вопрос. Не поздно ли начать? Все уже этим занимаются. Когда мне задают такой вопрос, либо возражение звучит таким образом, я всегда задаю встречный вопрос. Скажите, а сколько в вашем окружении людей серьезно делают бизнес-компания Reflame? Серьезно это создают директорские команды. Помните, да? Серьезное вознаграждение за создание директорских команд. Вот сколько лично в вашем окружении? Я уверен, что ответы у вас примерно такие. У многих окей, ноль. У кого-то один-два максимум. Многие люди путают известность Reflame и насыщенность. Это абсолютно разные вещи. Не путайте известность Reflame. Reflame все делает для того, чтобы быть известной компанией. Но до насыщенности нам ой как далеко. Я уверен, что в вашем окружении бухгалтеров, юристов, продавцов, врачей, учителей больше, чем тех людей, которые серьезно делают бизнес-компанией Reflame. Так что если рассуждать с такой позицией, то поздно идти учиться на учителя, на врача, на продавца, на юриста, ну и так далее, так далее. Следующий вопрос. Если все этим будут заниматься, кто тогда будет врачом, учителем, инженером, видеооператором, продавцом, водителем? Кто? Вы знаете, чем хороший этот бизнес? Для того, чтобы заниматься этим бизнесом, вам не надо сразу бросать свою работу. Или я даже скажу вам больше. Вы можете вообще не бросать свою работу. Вы можете успешно, удачно совмещать. Но просто так получается, что когда в этом бизнесе ваш доход сравняется с вашей зарплатой или даже станет больше, вы сами сможете принимать решение, а надо ли вам ходить на вашу наймовую работу. Но я вот своим партнерам даже запрещаю бросать свою работу, пока у них в этом бизнесе нет серьезного дохода. Так что вы можете быть водителем и параллельно создавать этот бизнес. Вы можете быть учителем, врачом и параллельно создавать этот бизнес. Так что все нормально, друзья. Не обязательно бросать свои работы. Но, увы, так получается, у многих людей работа не дает хорошую обеспеченность. Если у меня мало свободного времени, как быть? Или человек, да, возражает, говорит, что у меня нет времени. Но тут несколько рекомендаций. Первое, вот всем даю рекомендацию. Выдерните розетку телевизора. Просто даже не убирайте, а просто розетку выдерните. Знаете, многие что говорят? Блин, сразу тишина дома. И что делать, да? У вас сразу освободится время. Либо выключите интернет. Вот выключите интернет. Что у вас произойдет? У вас первый вопрос будет, что делать? Потому что время высвободится. Понимаете, в чем дело? Но если быть более серьезным, нам не платят за обмен времени на деньги. Помните, это не про наш вид деятельности. Нам платят за созданный результат. Так что поэтому здесь нужно думать не о том, как много времени выделить этому бизнесу. Здесь нужно думать о том, как использовать грамотно 1-2 часа в день для того, чтобы здесь создать свою ключевую команду бизнес-партнеров. Вот этот бизнес именно я хочу отметить для тех, кто ценит свое время. Следующий вопрос. Я живу в особенном регионе. Как быть? Или там это звучит, да? У нас регион такой. У нас вообще особенные люди в регионе. Знаете, мы много путешествуем не только по миру, но и по России. Вот я живу сейчас в Москве. Это видео мы записываем в городе Чебоксары. Вот в Чебоксарах особенные люди. Особенный регион. Потому что здесь бюджетный регион. Здесь нет нефтянки. Москва тоже особенный регион. Сочи особенный регион. То есть все регионы считают себя особенными. Но вот скажите, в любом особенном регионе, особенной в кавычках, есть люди с активной жизненной позицией. Люди, которые хотят чего-то большего. Люди, которые стремятся к большему. Есть такие? Есть. А есть люди, которые ничего не хотят? Тоже есть. То есть, понимаете, неважно в каком регионе вы живете. Вопрос в другом. Какие мы активные, либо пассивные, да? И каких людей мы будем привлекать в свою команду. У меня уже был неудачный опыт. Мои знакомые пробовали, у них не получилось. Ну вот два вопроса как бы в одном. Либо собственный опыт неудачный, либо у кого-то из знакомых не получилось. Давайте про ваш неудачный опыт. Если он у вас вдруг был, да? В компании Reflame, либо в другой сетевой компании, Либо в нескольких сетевых компаниях. Вы знаете, если передо мной поставят выбор из двух людей, Ну скажут или-или. Мне вообще все нужны, конечно, в команду. Но если скажут, вот или тот, у кого нет опыта, Вот вообще никакого. Либо тот, у кого есть неудачный опыт. Как думаете, кого я выберу? Я выберу того, у кого есть неудачный. Знаете почему? Потому что вы уже знаете, что такое боль поражения, Эмоциональные спады. Вот только давайте договоримся. Вы не будете повторять свой тот неудачный опыт вместе с нами. Вы знаете, как уже точно делать нельзя. И вы не делать, не будете так делать. А вот как надо делать, мы вас этому научим. Договорились? Если ваши знакомые пробовали, у них не получилось, Вопрос тогда, а при чем тут вы? Не получилось ни у вас, а у кого? У них. Это все одно, что сказать, моя знакомая не умеет варить борщ, Я тоже не буду пробовать учиться, потому что у меня тоже не получится. Потому что моя знакомая не умеет варить борщ. Или все одно, что сказать, мой знакомый садился за руль, Два раза разбился, водить не его, я тоже не буду учиться. Ну, я понимаю сейчас ваши улыбки. Ну, ерунда какая-то кажется со стороны. Согласитесь. Следующий вопрос. Какие есть вложения? Тут имеется в виду профинансовые вложения. Так ведь? Смотрите. Вот если вы приходите в компанию Reflame просто покупать для себя, То у вас вообще нет никаких вложений. Вы наоборот будете здесь экономить семейный бюджет. Потому что будете покупать качественный продукт С экономией для семейного бюджета по оптовой цене. Можете покупать на любую сумму. На 500, на 1000 рублей, на 5000. Можете вообще не покупать. Да, можете на 3000. Вы решаете на какую сумму покупать. Если вы приходите сюда создавать бизнес, то есть условия. Есть условия компании Reflame делать личный товарооборот для бизнес-партнеров. От 6000 рублей в России. Это условия для бизнес-партнеров, чтобы начислялась премия. Цифра не с потолка взялась. Это средняя покупка среднеобеспеченной семьи в России. Вот на тот ассортимент продукции, который есть в компании Reflame. Если вы сами не покупаете на эту сумму, то это говорит о чем? Вы не среднеобеспеченная семья, значит нам с вами надо будет использовать другую стратегию. Какую стратегию? То есть мы будем с вами всех ваших знакомых приглашать в бизнес. Тех, кто откажется, мы им предложим через вас покупать. То есть получается 10 ваших знакомых, которые не захотели здесь делать бизнес, могут просто через вас покупать, например, по 600 рублей. Поняли, да, идея? Таким образом вы будете делать личный товарооборот. Дальше. Другой вопрос бывает. Как быстро можно заработать? Я всегда задаю встречный вопрос. А как быстро хотите? И вопрос, сколько вы хотите заработать? Ну то есть играет роль, какую сумму вы хотите заработать. Согласитесь, 30 тысяч, 100 тысяч, это абсолютно большая разница. А 300 тысяч, это вообще другая цифра. Ну вот, например, если вы хотите как директор зарабатывать где-то примерно 30-50 тысяч в месяц, если вы хотите этот результат через 3 месяца, то вам надо в день проводить по 5-10 полноценных презентаций. Готовы? Значит через 3 месяца у вас будет такой результат. Если вы хотите доход 30-50 тысяч через полгода, тогда в день надо делать в среднем от 3 до 5 презентаций. Если вы хотите доход директора через год, то в день нужно делать от 1 до 3 презентаций. Вопрос, как быстро хотите? От кого это зависит? Заметьте, не от государства, не от начальника, все в твоих руках. Другой вопрос бывает, я боюсь, я волнуюсь, а вдруг не получится? Вообще скажу так, это нормальное человеческое состояние, страх, волнение. Скажите, неужели когда вы шли на первый раз, на первый свой рабочий день, на предприятие, например, вы не волновались? Я уверен, волновались. Попробуйте мне доказать, что вы на первое свидание без волнения шли. Попробуйте мне доказать, что вы что-то делали впервые без волнения. Вы всегда боялись, волновались. Поэтому я вам хочу сказать, бойтесь и волнуйтесь. Это нормальное человеческое состояние. Но будьте уверены, вы здесь одни никогда не останетесь. Здесь есть мы, есть команда, есть компания Арифлей, мы обязательно поддержим. Это 100%. С чего начать сейчас? Вопрос бывает. Я все понял уже, я посмотрел все эти видео. С чего начать? Вот с чего начать мы поговорим уже в следующем, завершающем, десятом видео. Десятое видео из серии сетевой бизнес, мифы и правда. Помните, да, завершающий вопрос девятого видео был, с чего же начать? Посмотрите внимательно, вот это функциональная задача бизнес-партнера. Их пять основных функциональных задач. Первая задача, приглашать людей в свою команду. Как это делать? Каким образом будем обучаться с вами вместе? Второе, из тех людей, кого вы пригласили, формировать ключевую команду бизнес-партнеров, потому что не все люди, кого вы пригласите, придут именно на возможности бизнеса. Кто-то придет на возможности покупать для себя продукт, кто-то придет на возможности личностного роста. Многие приходят в Арифлейм именно потому, что здесь очень крутые тренинги, обучение, семинары. Третья функциональная задача – обучаться самому и обучать тому, чему вы научились, свою команду. Я понимаю, что 10 лет школы и еще институт очень сильно исказили понимание, что такое обучаться. Друзья, обучаться – это не пересказывать что-то. Обучаться – это сделать самому. Ты научился это делать. Ну, например, ты зашел на сайт Арифлейм, научился делать заказ сам. Ты умеешь теперь это делать? Умеешь. Вот ты обучаешь этому своих партнеров. То есть обучаться – это начать делать, а потом обучить этому своих людей. А не пересказывать что-то прочитанное. Потому что есть книги, которые каждый из вас может прочитать сам. Зачем мне читать книгу и потом вам ее пересказывать? Увы, многие думают, что обучение – это прочитать что-то умное, и потом это умное пересказать другим людям. Четвертая задача – это организовывать личный товарооборот. Об этом мы уже говорили, да, в предыдущем девятом видео. И пятая функциональная задача – это организовывать групповой товарооборот. Пять функциональных задач. Как это делать, каким образом это все делается, всему этому обязательно научим. Итак, друзья, вы изучили 10 коротких видео. Следующее, 11-е видео – это будет обобщенное видео. Вы можете посмотреть все целиком, всю информацию. Либо вы можете посмотреть по частям каждую из составляющих этой презентации. Мы с Натальей Васильевой, с моей супругой, сейчас формируем новые директорские команды. Если у вас нет опыта сетевого бизнеса, если у вас есть опыт сетевого бизнеса, но вы хотите прийти именно в нашу команду, то вот под этим видео, ну и так же, как под всеми остальными видео, есть ссылочки на наши аккаунты, WhatsApp, Telegram, Instagram, ВКонтакте. Пишите, свяжемся, обсудим. Если остались какие-то вопросы, то разберем их. И добро пожаловать в нашу команду, в команду БМД-21. Субтитры сделал DimaTorzok